Джорджтаун, престижный район Вашингтона. Именно здесь, при загадочных обстоятельствах, погиб бизнесмен Дэн Рапопорт. Это именно он создал в Москве престижный и популярный ночной клуб Соха Румс. А еще Дэн Рапопорт критиковал Владимира Путина. Поэтому в этой истории остается очень много вопросов. Вот и мы решили разобраться в этом подробнее. Тело Дэна Рапопорта нашли вечером 14 августа. Примерно вот здесь. Соседи сразу же позвонили в полицию. И сотрудники правоохранительных органов, местные, приехали уже через несколько минут на место гибели бизнесмена. В этом доме на улице М в Джорджтауне Рапопорт жил последнее время. Так утверждают его близкие. Почти центр города, но при этом тихо и спокойно. Полицию на месте событий в тот день видели многие. Например, Келли, соседка Рапопорта. Она утверждает, что полицейские на месте происшествия особо не задерживались. Желтой лентой все перекрыли. А это вот здесь было? Да, прямо вот здесь. Мы все это видели. Полиция работала на месте, я думаю, несколько часов. Самая очевидная версия. Бизнесмен не смог справиться с какими-то проблемами и покончил с собой. Судя по всему, пока что это основная версия следствия. Полицейские Вашингтона почти сразу же заявили, что никаких подозрений в этом преступлении не видят. Что смерть Дэна Рапопорта не была насильственная. Одну из первых о смерти Рапопорта написала в своем телеграм-канале журналистка Юния Пугачева. Дэн Рапопорт покончил жизнь самоубийством в Вашингтоне. Перед тем, как свести счеты с жизнью, выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. На официальный запрос полиции Вашингтона нам ответили, следствие еще продолжается. Расследование все еще продолжается, поскольку офис главного субмедэксперта продолжает устанавливать причину и способ смерти. Это же подтвердила и вдова бизнесмена Алена Рапопорт. Мы встретили ее на похоронах предпринимателя. Полицейские нам официально ответили, что расследование продолжается, что сейчас это действительно так? Да, да, продолжается. А что вот известно? Любые другие комментарии уже после репорта. Ну, то есть расследование продолжается. И как Вы оцениваете работу сейчас детективов? Никак, я не могу еще оценить это. Я жду сама информацию. Ну, то есть Вы удовлетворены, как они работают? Или все-таки было упущено время, может быть? Я не знаю. Алена, Вы писали в фейсбуке, что не верите, что сам Дэн ушел. Я сейчас занята. Давайте следствием. Нет, просто Вы можете сказать? Спасибо. Алена также утверждает, что никакой записки ее супруг не оставлял. И версию о самоубийстве она не верит. О каких-то уликах следствие пока ничего не говорило. Восстановить события 14 августа помогли бы записи с камер наблюдения. Можно было бы узнать, когда бизнесмен зашел в дом, кто еще входил и выходил из здания. Но вот что интересно, мы не нашли на фасаде ни одной камеры. Через дорогу – гостиница. Просматривается ли оттуда вход в жилой комплекс – неизвестно. Подключилась ли к расследованию ФБР – тоже пока не ясно. По идее, многое зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы. Если на бизнесмены, например, напали перед смертью, на теле должны быть следы. Журналистка Карина Орлова утверждает, что есть и другие факты, которые ставят под сомнение версию о самоубийстве. Он не производил впечатление человека, который может покончить жизнь самоубийством. И, ну, самое главное, самое главное, значит, при нем нашли, это из официального полицейского отчета, 2600 долларов наличными. Еще он был в хэт, в хэт, в бейсбольной кепке, да, вряд ли он носил вот такую шляпку. Значит, вопрос. Какой человек, который собирается броситься вниз головой, будет делать это в кепке? Дэн Рапопорт вместе с семьей эмигрировал в США в начале 80-х, когда еще был ребенком. В 90-е он вернулся в Россию. В Москве стал торговать на бирже, зарабатывать неплохие деньги. Тогда же Рапопорт открыл с партнерами ночной клуб «Соха Румс». Он стал одним из самых известных в Москве. В 2012-м бизнесмен решил покинуть Россию и переехать в США. Отец Дэна Рапопорта утверждает, на сына сильно давили. Его пугали, его там то, загорел бизнес, его анонимные всякие, ему там уже очень плохо, плохо было уже. Одна из причин, почему они уехали туда, он же фактически этот «Соха Рум», который он поставил, который такой был. Он и сейчас хотя бы работает, они же сначала он какую-то сумму получал денег от функционирования «Соха Румс», а потом постепенно сказали, ну, когда он уже здесь, сиди и молчи, ничего ты не получишь. Просто отжали этот бизнес. Сооснователь «Соха Румс» и бывший партнер Рапопорта Сергей Ткаченко в 2017 году погиб. По официальной версии, он тоже покончил с собой. И более того, он тоже выбросился из окна. А еще у российского бизнесмена Рапопорта были деловые интересы семьей Трампа. В 2016-м он продал свой дом в Вашингтоне Иванке, дочери Дональда Трампа. У них даже есть совместное фото. Рапопорт был, судя по всему, человеком многогранным. Он поддерживал в том числе финансово Алексея Навального. Какое-то время занимался финансами в Украине. Именно в Киеве он познакомился с будущей супругой Аленой. Это был второй его брак. А издание «Белинкет» утверждает, что именно Рапопорт стоит за известной интернет-мистификацией. Якобы именно он создал страницу в Фейсбуке некого Дэвида Джуберга, старшего аналитика Пентагона. Появился аккаунт в 2015-м, когда Россия уже аннексировала Крым, а администрация Обамы проводила политику умиротворения в отношении России. На странице Джуберга опубликовались жесткие комментарии в отношении Кремля. Их цитировали многие российские оппозиционеры. А в друзьях у Джуберга были известные американцы. Например, бывший посол Макфол. На самом деле никакого Джуберга не существовало. Это был выдуманный персонаж. В Америке Рапопорт тоже пытался строить бизнес. Он вкладывал средства в гостиницы, рестораны. В Джорджтауне его часто видели в кафе «Милан». Мы не можем раскрывать никакую информацию, и мы не разрешаем снимать внутри ресторана. Извините. Так давайте на улице. А вы его видели здесь? Я не могу вам ничего рассказывать. Дела, впрочем, у Дэна Рапопорта последнее время шли не очень. Отец погибшего бизнесмена утверждает, у сына была депрессия. С ним все время был на связи, и он говорит, ну, вроде бы, один контракт и есть. Ну, такое времени какой-то контракт был, вот на какую-то сумму, но он был очень подавлен. Он был очень подавлен, потому что практически не было постоянного заработка. С одной стороны, это вполне реальная версия. У бизнесмена были проблемы, депрессия, и в какой-то момент он просто не выдержал. Но многим журналистам загадочная смерть Дэна Рапопорта напомнила таинственную гибель Михаила Лесина. Он был министром печати в начале нулевых и много сделал для Владимира Путина. Лесин погиб в ноябре 2015-го. Он прилетел в Вашингтон и остановился в районе Джорджтаун. Там он поселился в роскошном отеле Four Seasons. Лесин тогда сильно пил и по каким-то причинам решил переехать из шикарного отеля в гостиницу попроще. Дюпон Сёркл. Она находится вот здесь. Тело Лесина нашли в номере отеля на девятом этаже. Как и в случае с Рапопортом, полиция Вашингтона долгое время ограничивалась общими заявлениями. Все выглядело так, что бывший министр выпил лишнего, ударился и погиб в результате несчастного случая. И только под давлением американской прессы, после запроса журналистов в Асфит, столичная полиция рассекретила материалы дела. На теле Лесина найдены многочисленные гематомы, сломана подъязычная кость. В общем, такие травмы, конечно, пьяному получить можно, но нужно очень постараться. А учитывая, что Лесин когда-то был близок к Путину, а Вашингтон приехал, чтобы давать показания ФБР, выводы напрашиваются сами. Тогда, в 2015-м, журналисты о своих оценках еще были аккуратны. Отравление Скрипалей и Алексея Навального новичком будут гораздо позже. Именно все эти факты приводят пример журналисты из Вашингтона, когда выдвигают версию о том, что Дэн Раппопорт был убит. Я думаю, что его просто выбросили из окна. И я думаю, что он пошел с кем-то абсолютно осознанно на встречу. На какую-то встречу, где ему понадобился кэш, потому что 2006 долларов прием нашли. Его заманили и просто выбросили из окна. И я думаю, что американские власти, так же, как и в случае с Михаилом Лесиным, не будут признавать, или там не будут из этого раздувать ничего, что это было убийство, потому что американцы любят, не любят плохой пиар. Это очень не похоже на суицид, если это в самом деле было убийство и не суицид. Это значит, что русские убийцы, они оперируют в Вашингтоне и в Америке свободно. Поэтому все-таки ставка здесь довольно высокая. Именно от журналистов и их настойчивости, похоже, будет зависеть исход этого дела. Конечно, смерть бизнесмена, связанного с Россией, тема деликатная. К тому же очевидных улик, опровергающих версию самоубийства, пока, судя по всему, нет. Субтитры подогнал «Симон»